всем привет рада приветствовать вас на канале финкельстори в этом видео мы вам расскажем как мы проходили консульскую проверку как мы получали визы а2 а4 и какие сложились у нас впечатления за прошедшие почти три недели нахождения в городе аждот в израиле всем приятного просмотра мы начинаем и я напомню что мы приехали в израиль по программе масса почему мы выбрали эту программу потому что во-первых предоставляется бесплатное жилье потому что платится стипендия мы интегрируемся более мягко в израильскую жизнь с первого дня пребывания на программе нас начинается льпан ребенок сразу пристроен в школу садик вот все вопросы до которые вы решаете здесь самостоятельно здесь за нас все уже сделали также с банковской системы мы уже получили карточки здесь мы уже две с половиной недели за это время уже успели снять несколько видеороликов также у нас уже было две недели в фан и вот очень интенсивного и если бы приехали сюда самостоятельно то совмещать это с работой не факт что получилось бы вот поэтому мы решили с супругом спокойно выучить иврит и потом уже по истечению полугода искать работу и записываться уже на ульпана давайте сейчас расскажу как вы проходили консульскую проверку консульскую проверку мы проходили в петербурге мы 1 ноября отправили анкеты заполненные с отметкой то что мы едем на программу масса минимальный перечень документов для прохождения консульской проверки вот соответственно нас пригласили уже в декабре на то чтобы пройти консульскую проверку в январе то есть 23 января нас пригласили ориентировочно два с половиной месяца с момента отправки на приглашение на консульскую проверку то есть это очень быстро от того то что сейчас люди ждут просто не знаю годами кто может вообще претендовать на право прохождения консульской проверки ты должен быть внуком сыном дочкой внучкой еврея до третьего колена до третьего колена есть возможность пройти консульскую проверку репатриироваться и получить статус жителей израиля консульскую проверку мы проходили 6 часов поэтому учтите это пожалуйста время оплатите паркинг если вы едете на машине возьмите с собой бутерброды потому что все вещи вы будете сдавать телефоны и но бутерброды можно взять кулер с водой будет там находиться всякие игрушки для деток там тоже будут но приготовьте что это будет очень долгое время ожидания чтобы пообщаться с консулом 15 минут вам нужно будет 6 часов подождать вот неважно какого времени вас записали процедура проходит очень очень долго мы прошли консульскую проверку с первого раза потому что у нас были готовы все документы более подробно по документам по программам я создала телеграм-канал здесь очень важная информация возможно пригодится поэтому здесь будет ссылочка на телеграм-канал где вы можете задать мне вопросы и соответственно может быть ну посмотреть да и найти для себя подходящий вариант большая рекомендация после того как вы пройдете консульскую проверку нужно сразу вам будет записаться на визу а2 и а4 а2 это на взрослых людей документы на студенческую визу а2 которые дают на 6 7 8 9 месяцев даже до двух лет были случаи что давали визы и также виза а4 документы на визу а4 это тоже срок что вам дается виза на вашего ребенка вот мы свою очередь сделали это не сразу после консульской проверки и потом писали объяснительную чтобы нас приняли как можно быстрее мы уже две с половиной недели находимся в израиле в городе аждот в центре абсорбции бейт канада на текущий момент глеб у нас уже уходит третий класс в россию изучился во втором классе здесь он пошел сразу же в третий класс вот учиться он будет до конца июня то есть где-то в начале июля у него начнутся только каникулы каникулы здесь у детей два месяца учится глеб с воскресенья по пятницу и один день всего выходной при этом глеб вроде нравится да глеб расскажи немножко про школу но тебе все нравится ты будешь с удовольствием глеба ты кушаешь там или ты с собой носишь еду что еще нравится в школе и перемена две примеры нас отпускают на улицу что касается погоды ниже 20 градусов по моему стрелка термометра ни разу не опускалась и пасмурных дней вот так можно по пальцам руки сосчитать где-то наверное штучки три было всего в основном здесь всегда солнце с момента как мы здесь находимся 23 градуса вполне себе такие теплые жаркие уже ощущается можно загорать спокойно температура воды где-то в средиземном море где-то 20 21 градус и это только начало мая уже два раза съездили в тель-авив вот там живет моя сестра с супругом они тоже кстати выпускники программы масса целом все нравится все супер мы вообще очень довольны сегодня 10 мая и наша семья попала под первый обстрел мы прятались в бомбе убежища если кто следил за новостями телеграм-каналах обстреливали юг начиная со шкелона и вплоть до центра израиля даже в тель-авив попали ракеты три попадания в жилые дома в дероте башкелоне и в тель-авиве это первый первый обстрел боевым крещением нас за этот период вот как мы действовали в принципе мужи все были готовы установили кучу приложений двигались в сторону бомбоубежища которые находятся у нас на минус первом этаже это самое крепкое помещение которое максимально защищено и готово к таким моментам но нужно отдать должное службам израиля потому что об этом предупредили заранее то есть уже в принципе наверное два дня мы к этому готовились и в принципе все было понятно что обстрел будет нас скоординировали по планам действия да как нам быть ваш доди всего 45 секунд для того чтобы добежать до бомбоубежища мы находились все рядом с бомбоубежищем с этим придется жить мы с этим столкнулись даже лучше что мы испытали это на себе первый месяц подписывайтесь на наш канал ставьте лайки следующем видео мы постараемся вам рассказать подробнее о том что находится в самом центре абсорции бейт канада устроим рум-тур по двум вариантам квартир которые здесь находятся это однокомнатная типа студии и двухкомнатных которые непосредственно живем мы вот оставайтесь с нами следите за тем что происходит на нашем канале для новых встреч всем пока